МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем, для кого карьера, если и не смысл жизни, то очень важна ее часть. Наша героиня – деловая женщина. У нее небольшое, но успешное предприятие, много планов и мало свободного времени. Алло. Вадим, сюда очень удобно, спасибо. Да, вы посмотрите все, что вас интересует. Вот уже 5 лет Наташа вполне успешно занимается бизнесом. У нее небольшое рекламное агентство. За плечами – экономический факультет МГУ, жизни и учебы в Голландии. Алло. И все уже мы договорились. У меня сегодня вечером ничего не получится. Экономический факультет выбирала просто. Это был самый ближний корпус к моему дому, дом через дорогу. У меня есть моя любимая мелодия. Я всегда ее включаю в день, как минимум, раз в 5, чтобы успокоиться. Когда мне просто грустно или плохо, вот я слушаю эту музыку. Сейчас я вам тоже дам посмотреть. Я никогда не выходит в жизни по плану. Я планирую одно, а они выходят, поэтому я не планирую. У меня все стихийно. Все, приехали. Вот это мой дом. Сейчас Наташа живет в родительском доме. Это комната для нее и рабочее место, и спальня, и гостиная. Здесь мы и будем создавать новый интерьер. Здесь я, по сути дела, родилась, выросла. Такой интерьер был, сколько я себя помню, наверное, лет с трех, моих трех. Вот эта стеночка, одна из самых первых стенок, какие появились у нас в России. За ней стояли очень долго в очередь. Вот это стулья. Они примечательны тем, что я их тоже помню столько же, сколько и себя. Я садилась на них, ножки клала, тогда еще маленький, на столик, и вот так качалась. Несколько раз, правда, падала. Вот наша люстра. Я думаю, что такие люстры, наверное, висят в 90% российских домов. Я помню, я училась в школе. Мне это уже тогда не нравилось. Столько блеска, золота, переливы какие-то. Мне хотелось более чего-то спокойного, но тогда, собственно, ничего не было. Ну, с тех пор она и висит. А вот я в детском саду. Нас все тогда причесывали одной расческой. Что еще интересного рассказать? Трещинка на потанке такая появилась со временем. В общем-то, все, наверное, нормально, но мне бы хотелось что-то сделать из этой комнаты такое, чтобы она была, наверное, универсальной. Чтобы это была и спальня, и гостиная, и мои друзья могли бы сюда прийти. Да, и в то же время, чтобы это было современно, и не настолько вот все какое-то, да, уже такое, как я называю, бабушкинское. Вот этот интерьер, как вы оцениваете? Плачевно. Надо все менять. Ну, с другой стороны, вариант не худший. Вот, 20 метров, это всегда 20 метров. Вот, постараемся здесь по максимуму изменить пространство, несколько его расширить, вот, и придать ту традиционную окраску, которую мы предполагаем придать. Владимир Карелов, Надежда Смирнова, декораторы. Около двух лет назад открыли галерею японского дизайна «Дзэндо», что означает в одной из интерпретаций «Путь созерцания». Считают, что японская тема самая актуальная в современном дизайне, а традиционный японский дом – лучшее место для расслабления и освобождения от городской суеты. Вы можете чуть-чуть приоткрыть завесу и сказать, что именно вы собираетесь здесь делать? Здесь будет комната, решенная в рамках традиционного японского жилища. А то, что у нас мало времени, вас не смущает? Совершенно не смущает. Мы будем делать что-то достаточно быстрое. Вот это будет вариант моментального декорирования в японской стилистике. Тогда начнем? Начнем. Выносим все, дальше все ломаем и приступаем непосредственно к нашему танцанию. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дефицитная, между прочим, в свое время была стенка, сделана, судя по этикетке, в 1974 году, называется шкаф для платья и белья, модель Бастей, ГДР. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорая электростанция дает малышок. Видишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из самых простых способов изменить стены – наклеить обои под покраску. Мы в наших проектах этот прием активно используем. Он быстрый и качественный. Стены не надо выравнивать. За счет фактуры обоев сглаживаются все неправильности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот реликвии тут находятся. Пожалуйста, 8 мая 80-го года. Прием Брежневым, президентом Международного Олимпийского комитета. Перед Олимпиадой 80 еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цвет для стен выбран нежно-фисташковый. Он настолько нежный, что наша камера этот оттенок не читает. Краска кажется белой. Но после того, как будет положен второй слой, комната приобретет нежно-зеленый оттенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В японской комнате все необычно, даже плентуса. Это просто широкая доска, которая крепится к стене, за счет чего экономятся драгоценные сантиметры и визуально расширяется пространство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиционность, которой стремятся в этом интерьере декораторы, совершенно не исключает дизайнерских находок. Потолок будет одной из них. Для воплощения замысла необходим легкий металлический каркас, который крепится к потолку. Такие каркасы используют и для гипсокартоновых потолков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по всему, в декоре этой комнаты мы будем использовать нетрадиционные материалы. Вот это бамбук. Для чего мы его используем, Володя? Этот бамбук будет на потолке. Будет некая структура из колотого бамбука. Достаточно легкий и очень фактурный, скажем так, материал. Скажи, какие достоинства у этого материала? Бамбук легкий, прочный, долговечный. Тленум он практически не подвержен. За это его ценили древние. Вообще древнее самый древний злак на Земле. В древности, на Дальнем Востоке, использовали в качестве кондиционных трубок даже бамбук. Строят все. Все. Все, что мы строили из камня, кирпича, строилось из бамбука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потолок в этой комнате будет состоять не только из бамбука, но и из рисовой бумаги. Это рисовая бумага, вася, называется она, правильно? Скажем, занимает одно из главенствующих положений. Надо понимать, что Япония страна очень опасная для проживания. Сейсмо-активность, знаете ли, трясет их и так далее. То, что все исторически делается из бумаги, дерева, какие-то конструкции легкие. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это квартирный вопрос. Мы продолжаем создавать нашу японскую комнату. И для того, чтобы рисовая бумага, натянутая на потолок, не морщилась, ее нужно хорошенько смочить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы делаем традиционное японское окно. Да, мы делаем именно традиционное японское окно, которое здесь решается с помощью этой замечательной циновки, джалюзи. Она изготовлена из редкой породы дерева. Это тис. Очень хорошо пропускает свет. И в комнате создается эффект солнца постоянно присутствующего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полность получается не менее интересной, чем потолок. Из чего мы его делаем? Мы делаем его из травы игуса. В японском доме всегда полностью или частично решен травой игус. Из него не может быть японского дома. В чем достоинство такого покрытия? В том, что эта трава, она регулирует влажность помещения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валерий, что это за гравюры? Это гравюры 1930-го года. Мастер неизвестен. Здесь лошади. Это один из благопожелательных символов из древня. Вот как раз-таки здесь вот налицо так называемый японский минимализм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надю, что это за коробка? Это не коробка. Это лампа. Подвесной светильник. Лампа совершенно замечательная. Она изготовлена из лиственницы и из бумаги Васи. Только здесь Васи более плотная, чем та, которую мы использовали на предыдущих конструкциях. Вот надо посмотреть на очень тонкий профиль, как выполнено это светильник. А насколько вот такая лампа традиционна для японского жилья? Абсолютно традиционна. У них лампы используются либо в форме квадрата, либо круглые. Всегда дерево и рисовая бумага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это традиционная японская гравюра Уки-Йоэ. Эта техника заключается в работе трех мастеров. Художника изначально, гравюра, который вырезает все на дереве, и непосредственно печатника, который аккуратно печатает несколько цветов. И судя по надписи, это старая гравюра? Да, 1885 год, эпоха Мэйдзи. А японцы все по эпохам. А сюжет? Сюжет – боевое крещение Ямамото Миритому. Йоритому. Это один из военных правителей Японии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стены в комнате мы украшаем не только гравюрами, но и таким вот необычным образом. Что мы делаем, Наташа? Переносим орнамент из вот этой книги на стену. Ну, сначала я его нарисовала на этой кальке для того, чтобы... Для чистоты изображения. Сейчас я просто перевожу рисунок простым академическим способом. С той стороны я закрасила углем и карандашом просто я продавливаю. Когда мы снимаем кальку, остается уже готовый рисунок на стене. Дальше я буду прорисовывать кистью, и все это довольно быстро и легко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это квартирный вопрос. Мы продолжаем наполнять пространство смыслом, и этот орнамент на стене – лучшее тому подтверждение. Что это такое? Это мон. Мон – это герб, родовой герб самурайских родов, который со временем приобрел орнаментальное значение. Ну, это, соответственно, сакральный такой символ, да, здесь перья, птицы, определенная легкость, расслабленность. У птицы все происходит гораздо проще. Это один из таких домашних монов, который помогает гармонизировать пространство. Эти точки, вообще, вот эти вот штрихи – это некое подтверждение эфемерности нашего бытия и несовершенства этого мира. Каким образом эти точки свидетельствуют о несовершенстве нашего мира? Ну, тебе же кажется, что это несовершенно. Мне кажется. Ну, вот, видишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принесли футон – традиционный японский матрас. Он возник более 4 тысяч лет назад в Индии и пошел по его пути, попал в дальнейшем в Японию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот странный предмет кто-то может опознать как стол, кто-то как табурет. Он предназначен для нескольких целей. Во-первых, пожилые люди могут на нем сидеть. Когда вы отдыхаете, на него ставится локоть. Можно читать, или когда пишется каллиграфия, то рука отдыхает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы довольны тем, что получается? Довольны. Очень слабная, на самом деле, правильно. Заряженная была комната изначально. Вот. И все получилось очень правильно, хорошо. И главное то, что это изменилось кардинальным образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сундуки из камфорного дерева. Можете понюхать. Да, по-моему, да. То есть, все, что у вас там хранится, белье, одежда, оно ароматизируется одно время. Плюс запах камфора обладает бактерицидными свойствами. И в-третьих, не заводится муль и прочие насекомые. Так что этот сундук, помимо своей, ну, в общем-то, всем ясной эстетической нагрузки, несет огромную функциональную. Как, в общем-то, и любая вещь японская. Она не может быть красива сама по себе, она обязательно должна быть функциональной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Украсить комнату при помощи экибаны любезно согласилась госпожа Ямада Мидори. Расскажите, пожалуйста, о композиции, которую вы делаете. Это дерево, это какого-то гора и озеро. Нравится ли вам наша комната? Да, очень. Это действительно хорошо. Если я люблю одна личная комната, хочу такое. Точно, да. Вообще такие вещи делаются в ничи. То есть там ставятся композиции с цветом. В общем, это место для созерцания. То есть там должно находиться нечто, что привлекает взгляд. Все остальное в японском доме предельно лаконично, просто. И ничто не отвлекает именно от ниши только нам. Ещё один маленький, но важный штрих, который тоже должен быть в этой комнате. Что это такое, Борис? Это занавес Норен, который является принадлежностью каждого японского дома. Во всяком случае, входа в каждый японский дом. Этот занавес имеет очень символическое значение. Когда вы входите в дом, вы проходите сквозь него, и он, смыкаясь за вами, отрезает всё то, что окружало вас вовне этого дома. И также, когда вы выходите из дома, все домашние заботы вы оставляете дома, а сами готовы к свершениям внешними. Вот теперь комната почти готова. Через несколько минут здесь появится хозяйка. КОНЕЦ КОНЕЦ Привет! Здрасте! Как настроение? Хорошее. Ну, я хочу тебе сказать, что вариант, ну, если не экстремальный, то очень необычный. Очень любопытный. Поэтому настройся, приготовься. Думаю, что этого не ожидаешь. Хорошо. Посмотрим? Да. Пошли. Наталья, глаза не открывай, откроешь по команде. Хорошо. Не открывай. Не открывай. Не открывай. Проходи. Не бойся. Не бойся. Нет, нет. Не открывай. Открывай. Вау! Здорово. Это папирус, да? Крис. А, очень красиво. Очень. Здорово. Она так получается? Можно? Дай попробую. Здорово. Это бамбук живой? Да, это бамбук живой. Здорово. Очень необычно. Ну и как? Мягко. Как будто на отдыхе. Зелень. Представляете, где-то в лесу в джунглях. Супер бамбук. Я не ожидала, честно говоря, что такое что-то будет. Мне казалось, что-то более, наверное, нейтральное получится. Но это мне тоже очень нравится. Очень необычно. Я люблю все необычное. Я бы сама такое точно не придумала. Кто-то всего видит каким-то спокойствием и размеренностью. Хочется здесь сидеть, хочется находиться, потому что все такое натуральное. И запах, к сожалению, камера не может его передать. Но так очень вкусно пахнет. Так сеном, наверное, каким-то вкусно. Даже не верить, что это была моя комната. То, из чего я ушла и то, в чем я столько лет прожила. Вот эта вот стенка. Вот здесь вот стол стоял обеденный столько лет. А сейчас, конечно, просто кусочек Японии. Я ужасно довольна. Спасибо. А что тебе больше всего нравится? Больше всего нравится бамбук. Бамбук в углу комнаты, бамбук на потолке. И что он такой зелененький, настоящий. И напоминает где-то лес. И может быть что-то такое теплое, шуршащее, джунгли, наверное. То, чего у нас нет. Зачем нужно ехать очень далеко. Очень красиво. Еще один подарок для тебя. Немецкая фирма Томас дарит себе моющий пылесос Томас Аквафильд. Эти пылесосы собирают пыль при помощи воды и не требуют мешков. Томас Аквафильд просто виртуоз чистоты. Так что наслаждайся красотой, поддерживай чистоту. И вообще наслаждайся жизнью. Это была программа «Квартирный вопрос». Мы хотели создать пространство, в котором наша героиня могла бы отдохнуть, расслабиться, придаться созерцанию прекрасного, посленапряженного трудового дня. Использовались для этого вещи и приемы, традиционные для японского дизайна. Смотрите нас через неделю на канале НТВ. Обрати внимание, сделано в Германии. Это Томас. Спонсор программы – журнал «Эль Декор». «Эль Декор» – стиль дома, стиль жизни.